добрый день с вами психолог коробкова наталья все мои контакты есть внизу в описании под видео сегодняшняя тема фильм форест гамп психологический разбор фильма я меня давно просят снять психологический разбор именно этого фильма потому что но фильм наверное сам один из самых популярных которые практически смотрели все но может быть кто-то из современного поколения может быть молодежь не смотрела но люди вот кому сейчас 30 40 и дальше они все видели этот фильм и я не знаю ни одного человека кто сказал бы что это фильм плохой или скучный или неинтересный или еще что то то есть практически все отзывы только положительный у каждого свое мнение но никого этот фильм равнодушным не оставил вот абсолютно никого конечно понятно что это абсолютный шедевр это прекрасная картина я его смотрела когда готовилась к этому видео вчера я его пересмотрела потому что его последний раз смотрел может быть лет 10-12 назад и многие моменты мне уже забылись вот всякие тонкости я его пересматривала думаю ну нет плакать не буду но не может быть я его смотрел несколько раз сейчас я там взрослый осознанный человек но не может быть чтобы этот фильм что-то где-то меня так вот прямо задело чтоб я начала плакать то что я знаю что раньше я всегда рыдала во время этого фильма вот постоянно мне было этого форест гампа жалко вот в основном все мои слезы были на жалости к форест гампу и что вы думаете значит действительно весь фильм я смотрела совершенно спокойно делая какие-то пометки и все-таки в конце меня пробила на слезу когда он приезжает и она дженни признается что значит сына зовут форест в честь отца и что отец это он и вот эта вся сцена и его эмоции и музыка которая наложена в общем пробила меня пробила я всегда очень ругаюсь в эти моменты мужу говорю вот сволочи все-таки меня пробили сижу рыдаю не могу и очень практически вот с этого момента до конца фильма я периодически рыдала очень с платками носовыми вот представляете то есть как как снят фильм как все грамотно и правильно сделано как играет гениально актеры какая музыка наложена что вот пробивает человека взрослого осознанного который уже не знаю какой раз это смотрит но вот тем не менее вот поэтому конечно фильм стоит о том чтобы о нем говорить вы знаете я вот посмотрела фотографии до тома хэнксом посмотрела фотографии робин райт который играла дженни и вот обратите внимание как очень вообще есть бытует такое мнение что актеров подбирают на определенно роли определенных героев не просто так как будто бы в жизни чем-то эти люди похожи на тех героев на которых их режиссер выбирает и действительно во многих случаях во многих это правда ну вот например взять тома хэнкса у него я не знаю если у него отрицательный герой если есть напишите в комментариях я знаю только фильмы где он играет положительный герой и он действительно как мне кажется абсолютно положительный персонаж в жизни то есть насколько мне известно он там всю жизнь с одной женой хороший семьянин и все такое и по нему видно когда вы листаете его фотографии вот эта глубина в его глазах глубина какая-то такая добрая душевная она видно во всех фотографиях в каких бы ролях он не бы не было с каким бы какие он гримасы бы перед камерами не строил вот в глазах вот видно это душевная глубина что этот человек умеет любить что этот человек скорее всего даже однолюб и там такой целый мир в этих глазах и вот кстати когда он молодой как раз во времена когда он снимается форест гамбе там уже во всю эта глубина вовсю даже мне показалось что когда он молодой глубина еще сильнее чем когда он возрасте это вот просто удивительно что что большая редкость и и посмотрите на робин райд на ее фотографии в молодости сейчас вот по лицу по глазам видно печать чего-то такого трагичного тяжелого что-то чего-то такого неспокойного какая-то ну вот знаете то как я ее воспринимаю как будто бы ну как вам сказать вот нет счастья в ее глазах нет этой манкости женской нет расслабленности как будто бы она такой и боец наполовину то есть немножко мужчина немножко женщина при этом вроде бы женщина но женщина с какой-то надломленной женской судьбой и до сих пор у нее так вот такие глаза и если мы посмотрим и жизнь ее все об этом говорит несколько браков сходится расходится даже в одном браке по несколько раз ходится расходится до чего стоит только один шон пэн ее второй муж если вы посмотрите ну и вообще почитайте биографию шона пэна там тоже все понятно и посмотрите его фотографии да на его такой вот холодный немножко злобный колки взгляд на человека укат который как раз весь на поверхности у него нет глубины как у тома хэнкса у него как-то все вот эта колкость вся на поверхности как будто бы глубины там то ли нет то ли туда все закрыто в глубину вот у него вызов и скорее в глазах такая на нагловатости вызов беспредел что такое и она там около 20 лет назначат с этим шоном пэна ну вот понимаете да то есть какая какая надломленная должна быть душа внутри чтобы выдержать такого партнера но и вообще чтобы хотеть быть таким партнером поэтому вот в этой роли дженни форест гампи мне кажется она прям сыграла себя пусть даже у нее другое детство было еще что то но там наверняка очень много наверняка очень много совпадений потому что вот это изломленная детская душа вот той девочки дженни у которой отец пил мать рано умерла когда я было пять лет и там еще очень много скрыто непонятно что там может там вообще отец к ней домогался может он ее бил еще что там ничего не сказано просто видно что девочка не хочет идти домой да то есть форест сделал выводы что она никогда не хотела идти домой старалась допоздна там с ним гулять сидеть на дереве потом когда они бегут по кукурузному полю и она молится чтобы стать птичкой улететь и пьяный отец там где-то и в этой кукурузе ищет и все такое и когда она уже вырастает помните приезжают в конце фильма к нему и они форест гампу они идут гуляют и доходят до ее дома который уже такой наполовину разваленный старый там никого нет и она начинает кидать камнями и говорить как ты мог понятно что это обращение к отцу вы писаете то есть человек прожил тому же 20 лет прошло после детства и она видит дом у нее срабатывает это но вот этот реакция то есть невыраженная злость на то что по всей видимости там происходило вот и потом она уже садится на землю вознемождение начинает плакать то есть это тяжелое детство девочки у которой детства не было можно так сказать детство отобрали и поэтому судьба дженни фильмы форест гамп да вот она проигрывает бесконечно это стокгольмский синдром она все время находит мужчину который либо выпивает либо наркоман поднимает на ее на нее руку и она почему-то все равно этих мужчин оправдывает она их защищает она находит оправдание почему он сейчас поднял руку да он на самом деле хороший говорит она форест гампу просто вот он когда поднимает на меня руку он не понимает что он делает то есть вот он вот это проигрывание того травматичного опыта которую у нее был в детстве с отцом а может быть и с матерью мы тоже не знаем что там было с матерью и как бы противоположность да это главный герой форест гамп который несмотря на то что у него низкая кью и он как бы считается отсталым по сравнению с другими детьми немножко странноватый слишком какой-то наивный да его все называют дурачком и мама говорит ему ты такой как все запомни форест и такой как все и когда у него вот эти скобы на ногах до что-то и так понимаю какие-то проблемы были с ногами с движением она говорит если бы бог хотел создать одинаковых людей он бы на всех одел скобы то есть она мама такой очень хороший психолог действительно очень мудрая женщина которая несмотря на все странности сына держит его самооценку достаточно ровной и а так как он ребенок послушный он мама сказала так мама сказала мама говорила он все время довольно при на протяжении всего фильма он повторяет мне мама говорила вот так и он все что говорила мама принимает сто процентов на веру и благо у него была вот очень хорошая мама говорила ему всякие позитивные внушения благодаря которым возможно он и жил и выжил и был вам во многих случаях успешен несмотря на свою такую ну как бы как будто бы чуть-чуть дебильность со стороны как бы здесь детскую такую наивность хотя дебилом он не был он в общем-то был умненьким способным просто он был слишком послушному выполнял команды воспринимал все напрямую а помните когда уже потом он встречается с одним президентом тот его там награждает за участие во вьетнаме там с другим президентом тот его еще там за что-то награждает он все их их какие-то шуточки там кинут и он воспринимает на полном серьезе то есть у него нет вот этого он не понимает где чувство юмора где серьезность он говорит о хорошо бы посмотреть на твое ранение в задницу он говорит он так подумал пару секунд да и снял штаны хотя камеры люди все это вот то есть абсолютно абсолютно непосредственность то есть вроде бы вроде бы это и дебильность и не дебильность одновременно не знаю вот как это объяснить это конечно очень необычный такой герой вот что еще показано в фильме тоже мне понравилось показано системная динамика штука семейная системная динамика вот как говорят есть семейные сценарии передаваемые по роду и если сценарий какой-то негативный и вы уже устали наступать на одни и те же грабли то можно это сценарий поменять через психотерапевтическую работу через семейную системную расстановку или через гипно регрессию или еще что-то но разные методы есть можно даже через эмоционально-образную терапию вот о чем идет речь когда говорят семейная системная динамика вспомните капитана дэна который говорит да у нас все в моем роду мужчины умирали на войне то то значит там прадед на одной войне дед на другой кто-то там отец на 3 все умирали героями и когда форест гамп его спасает и выносит из того леса на которого потом значит на которую сбросит бомбы и там все сгорит он очень долго еще потом много лет он будет пить сокрушаться что ты значит лишил меня этой славы героя и моя судьба говорит он было умереть как у всех моем роду то есть он уже себе нарисовал такую судьбу он ее естественно не мог не притянуть она должна была осуществиться и здесь вроде бы пошло чуть чуть не по сценарию так он сокрушается вот пока богатым не стал пока форест гамп не сделал его богатым он не соглашался с тем что зачем ты меня спас оставил меня значит без ног коллегой я должен был героем вот полноценным героем погибнуть в бою то есть вот она пока и там прям такие кадры показываться как его прадед там сражение погибает дед отец его должен был он поэтому он и стал военным и пошел и все такое туда именно в эту профессию вот она системная динамика или когда его друг бабе значит рассказывают что у этого бабе там папа с мамой кто там креветки собирали и варили подавали господам прабабушка прапрабабушка все занимались ловлей и изготовлением кривит но этих каких-то продуктов из креветок и он тоже собирался заняться именно этим сейчас вот только вот его в армию призвали сейчас на эту всю войну пройдет и займется креветками тоже показывается вот на системная динамика ведь можно же другую профессию выбрать но нет вот уже в подсознании сидит вот эта мысль что все у меня из поколения в поколение в роду были тем то я тоже буду так то есть кто у нас форест гамп форест гамп это большой ребенок это я я это назвала знаете как детская непосредственность и взрослые несгибаемость смотрите несмотря на то что он ведь действительно ведет себя как ребенок на физическом уровне будучи взрослым он проявляет себя как абсолютно несгибаемый взрослый в теннис играть так до победного то есть пока я не вот я становлюсь чемпионом просто потому что он сосредоточен на том что делает ему сказали не отрывая взгляд от мячика самое главное не отрывая взгляд от мячика все и он дык 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 то есть просто как машина косить газоны так косить газоны косит 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 часами вообще не не устает ни морально ни физически во вьетнаме идти по дорогам всегда есть чем хорошо было во вьетнаме всегда было куда идти и чем заняться вот это какая-то машинальная такая какой-то степени бездумная работа была ему как раз вот это его конек потому что у него не было у него не было этой гаммы эмоций каких-то вот обиды там злости еще что-то ему было легко подчиняться и легко выполнять то что ему говорят но заметьте он выполнял только хорошее он же не не делал что-то плохое что ему люди говорят а вот как-то на хорошем сосредотачивался вот потом что он там еще что-то ловить креветки так ловить креветки опять-таки до победного пока не разбогатею американский футбол бежать надо быстро все он будет бежать вот пока его не остановят или бежать так бежать да так бежать сутками бежать месяцами то есть когда он кстати говорил о том что я бежал просто так я не знаю почему я бежал там другие люди в это вкладывали какой-то великий смысл почему я бегу придавали этому смысл а я на самом деле просто бежал то что я люблю бежать говорит он но на самом деле там не совсем так может быть он до конца не понимает почему он это делает но там там есть причина он в детстве усвоил одну вещь когда есть какая-то опасность или какая-то негативная эмоция и чтобы от нее убежать чтобы вообще спастись неважно от событий от эмоций нужно бежать и поэтому вот это беги форест беги это но всем известная фраза и эта фраза очень сильная объясню почему вот у меня есть видео про адреналиновую зависимость про стокгольмский синдром какие-то вот такие вещи вот понимаете там про что его вообще вот когда есть у человека какое-то напряжение очень сильное такое уже на уровне психоза или просто психо эмоциональное напряжение очень сильное человек чувствует что он уже не справляется психика не справляется могут очень плохо уже психосоматику сгружается вот я всегда рекомендую или знаете как или вот стокгольмский синдром то есть тянет к тому человеку от которого будет плохо вот деструктивный сценарий тянет вот чтобы туда не тянуло чтобы не пойти не сделать опять что-то деструктивное для самого же себя вот спасает спорт то есть причем такой машинальный особенно бег я всегда говорю бегите вот даже вплоть до того что людям у которых бывает иногда даже какие-то галлюцинации еще что-то бегите тоже галлюцинации это все равно это определенный психоз который человек вошел и вот начинаешь начинают люди бегать 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 делать какие-то механические движения чтобы заглушить мысли всякие чтобы заглушить негативные эмоции все уходит вся все силы уходит в движение в тело в бег и тогда наступает через какое-то время освобождение эмоциональное эмоционально становится легче была вот замечена такая вещь поэтому когда ему было эмоционально тяжело либо реально была опасность он просто бежал и это всегда его спасала вот это хороший хороший совет если почитать википедию там написано что вот этот жене вот не смогла ему сначала ответить взаимностью но потом там в конце фильма она наконец-то значит полюбила его что-то такое там ответил или он наконец-то он дождался взаимности я не соглашусь с этим объясню почему на самом деле взаимности там не было там была взаимность в душевном плане но не было взаимности именно как в отношениях мужчина-женщина и никакой любви он на самом деле женской от нее не дождался она к нему пришла когда она поняла что она стоит уже на краю что она либо сейчас суициднется извиняюсь за такой глагол либо ну либо совсем скатится там по наркотикам по выпивке и по образу жизни то есть она дошла до какой-то точки и она пришла к нему как на тот остров на котором она хочет отдохнуть чтобы понять как и жить дальше она понимает там что все равно как с мужчиной она с ним оставаться не будет он ей не интересен и она снова уходит свою жизнь да там она уже рожает ребенка от него и возвращается потом к ним ему пишет письмо то когда она понимает что она неизлечимо больно я так понимаю спидом там не озвучивается но я так понимаю что спидом вот и она понимает что она умрет и поэтому она говорит женись на мне и чтобы вот у ребенка была официальная мама папа потому что он понимает что он потом будет ребенка воспитывать вот это то как я увидела в этом фильме но никакой любви между мужчиной и женщиной то есть она как женщина на его естественно так и не полюбил это ее друг детства которого она там тоже жалела защищала а он ее любил но он ее любил то что он остался ребенком поэтому он ее любил этой же детской любовью не вот такой любовью мужской женской не взрослый никогда там сексуальном лечении еще что-то он ее любил как тот же мальчик то вот хорошенькую прекрасную девочку из детства вот потому что она выросла а он не вырос поэтому где нет здесь ни о какой взаимности именно вот такой вот настоящий между мужчин и женщины не идет здесь друг дружеская взаимность ну в общем подводя итог всему сказанному что я хочу сказать это кратко если это фильм о вот человеке с такой детской наивной душой в этом очень много светлого прекрасного и такие люди есть в реальности и в нашей жизни в наше время достаточно часто встречаются пусть не так утрированно как показано это фильме но фильме есть фильм и какая беда этих людей ну то что они часто не адаптированы во взрослом мире они им легче общаться даже с детьми им легче играть с детьми понимать детей чем понимать взрослых потому что они такие бесхитростные они не понимают как это манипулировать как это вот вот сейчас это была шутка или это была правда вот этих всех тонкостей взрослой психики они не понимают и в этом их сложность общение во взрослом мире но тем не мое мнение что такие люди вполне себе могут все равно адаптироваться ко взрослой среде и самое главное им найти окружение которое будет понимать что этот человек такой и любить его именно за то что вот он такой чистый и непосредственный как ребенок за то что зато от этого человека не будешь дать подвоха и подвоха реально какой-то какой-то манипуляции или какой-то зависти или какое-то негатива потому что вот смотрите форест гампе в нем ну нету вообще злости и обиды вот как будто он не умеет не обижаться не злиться когда он защищал джейна это было просто вот как бы защит желание защитить джейн от обидчика то есть это даже злостью назвать нельзя это вот он скорее прям вот просто как спасатель туда впрягался вот поэтому можно ли каким-то образом взять и взрастить этого человека сделать его взрослее здесь большой вопрос скорее всего все равно такими большими детьми они останутся это как будто бы такое свойство психики и это прекрасно что в обществе есть разные люди есть такие как форест гамп есть какие-то не знаю может быть взрослые и более более какие-то умудренные которые видят других людей вот насквозь видят разных людей потому что видите он видит все-таки все через свою проекцию через вот эту наивность поэтому даже вот когда он попадает штаб там таких чернокожих которые ведут какую-то борьбу еще что-то они такие все озлоблены не за злые но он их видит все равно добрыми он говорит извините пожалуйста что я испортил вам вечер и пришлось подраться вот так вот очень-очень по-детски он и на этих людей провоции про проецирует вот эту свою доброту как будто бы своей фразу он вдруг их сделал добрыми они вот этими вот озлобленными которые готовы в общем там и убил и убивать и и грабить и все остальное вот и это прекрасно и такие люди тоже нужны в мире поэтому этот фильм никого не оставляет равнодушным потому что в нем вот много вот этого вот такого чистого светлого и конечно том хэнкс но он просто идеально идеально подходит на эту роль вот это че это человек вот выше всяких похвал я к нему как к актеру и как человеку отношусь но вот просто вот по моему мнению человек с большой буквы вот это чисто вот так интуитивно душевно я ощущаю этого этого человека ладно всего вам доброго до свидания если у вас есть какие-то дополнения какие-то свои комментарии по поводу этого фильма свое впечатление может быть у вас какие-то свои триггеры сработали когда вы смотрели этот фильм может быть есть человек который не ни разу не заплакал за все время за два с половиной часа этого фильма напишите это в комментариях вот вот я все время рыдаю что с этим делать не знаю